Привет! Я действительно нашел самый лучший лупер, на мой взгляд, это не кликбейт, действительно, я так считаю, уже несколько месяцев им пользуюсь, кайфую невероятно, хотя это даже не металлическая педаль, не лупстейшн никакой, это приложение, которое называется Loopy Pro. На данный момент оно работает на iOS, то есть на iPhone, либо на iPad, но посмотрите, перед тем, как проявлять свой скепсис, насколько вообще это мощная штука, и мне кажется, она на несколько голов выше всего того, что нам сейчас предлагают в педалях именно. Ну, а если вы начинающий, если вы только-только выбираете себе лупер, хотели заказать себе педаль, куда возникли какие-то сомнения, то, мне кажется, тем более вам подойдет именно это приложение. Почему? Узнайте из видео. Когда открываете это приложение, по умолчанию оно выглядит так, и можно подумать, что это какая-то разноцветная игрушка с кружочками, но прелесть Loopy Pro в том, что это максимально гибкая программа, и по функционалу, и, соответственно, по внешнему виду, и поэтому выглядеть она может и вот так, и так, и так, и так, и сяк, и так. Можно использовать его как простейший однокнопочный лупер с одной дорожкой, а можно настроить там как Boss 300, а можно запрограммировать не хуже Ableton. И, соответственно, взаимодействовать с этим лупером мы можем вообще абсолютно по-разному. Можем нажимать на кнопки на экране, и то, кстати, там настаиваются жесты все. Можем подключить напольный MIDI-контроллеры и пользоваться педалями, как в обычных луп-педалях. Можем настольный контроллер и пользоваться кнопками и крутилками, назначая их на что угодно. Можем вообще не касаться ничего и запрограммировать заранее, чтобы лупер сам в определенный момент записывал, останавливал, делал паузы, накладывал эффекты и так далее. По звуку тоже полная свобода. Мы можем просто в ваш девайс подключить наушники и пользоваться встроенным микрофоном, благо он хорошего качества. А можем подключить домашнюю, какую-нибудь небольшую аудиокарту, а можем подключить большую аудиокарту, там, не знаю, на 8 входов, 8 выходов для сцены. А можем подключить гитарный процессор или USB-диктофон. Давайте обо всем по порядку. Десять кружочков — это, собственно, десять дорожек. В каждую можно что-то записывать. Нам столько сейчас не нужно. Мы, так как это лупер-конструктор, убираем большую часть из них, оставляем один. Будем называть это бубликами. Похож, да? И теперь можно пользоваться как будто обычный, однодорожечный, однокнопочный лупер. То есть нажали, запись пошла, потом нажму, и еще она зациклится. Нажали, запись пошла, потом нажму, и еще она зациклится. Нажали... Да, можно так пользоваться. Ну, как бы, чем нажимать-то? У нас же в руках гитара. Нужна какая-то педаль по логике. Ее можно сюда подключить, но об этом попозже. Однако можно обойтись без педали. Здесь есть чудеснейшая функция, я сейчас покажу. Называется Auto Loop Detection. Просто отвал башки. Это удаляем легким жестом. Да? Кстати, жесты все настраиваются под любое вообще действие. Ну, например, очистить. Вот я свайп вниз делаю. Так вот, теперь смотрите, что происходит. Лупер сам отрежет нужный ритмический паттерн и зациклит его. Мне не надо вовремя успевать нажимать. Смотрите. Ну, разве это не прекрасно? Я, честно говоря, уже на этом моменте, когда узнал, что он так умеет, ну, это уже для меня был вообще супер-пупер. Все, покупаю. Но, кстати, даже если он неправильно что-то определил, здесь есть такая кнопочка, видите? Нажимаю, он говорит, может, вы имели в виду вот этот? Или вот этот? Или вот этот паттерн? Или вообще вы хотите сами обрезать, как вам удобно? Можно и так. Тем более, это же все бесшумно происходит, да? Еще раз покажу. Красота. И, грубо говоря, простой такой однокномочный лупер готов. Вот мы можем записывать. Не надо никаких педалей. Он сам определяет. Все, можем записывать. Можем удалять. Да, есть жесты, которые настаиваются на все, что угодно. Как я показывал вниз, я делаю. Он удаляет. Можно отменить это. Можно сверху слой записывать, соответственно. Для этого есть жест. По дефолту это два пальца. Надо коснуться двумя пальцами. Субтитры сделал DimaTorzok Ну и так далее. Ну и, соответственно, все минусы однокномочного лупера, где просто у нас слои, и мы каждым слоем не можем управлять. А хотелось бы. И если на отдельную дорожку, то можно и громкость управлять, и балансом, и эффекты накладывать отдельно, и так далее. Как? Пожалуйста. Нажимаем одну кнопку, и вот у нас бац, и уже не простой, знаете, однодорожечный, однокномочный, пермитивный лупер, а уже двухдорожечный. Да, как бы если это в эквиваленте луперов педали, это уже подороже будет. Оп, и трехдорожечный, а такой, знаете ли, не в каждом музыкальном магазине есть. Оп, и пяти, шести, какие угодно на самом деле вообще. Куда ваши глаза глядят, столько можно и дорожек здесь наделать. Ну, где-то уже надо, конечно, меру знать. И теперь, когда мы каждую идею можем записывать в отдельную дорожку, в отдельный бублик, то нам проще ими управлять. Мы можем включать их, когда удобно, выключать. Мы можем накладывать на них разные эффекты, уводить по громкости, по панораме. Это намного проще их контролировать, чем слои. И можем еще быстрее записывать. Громко? Ну, пожалуйста, потише сделаем. Громко? Ну, пожалуйста. Хотим другие аккорды? Пожалуйста, записали другие аккорды, а все остальное такое же остается. Раз, два, три, четыре. Видите, здесь шесть дорожек. В железном мире аналог это, скорее, Boss RC600. Здоровая, дорогущая штука. А здесь, пожалуйста, шесть, семь, восемь. Ну, удобство цифрового мира во всей красе. И смотрите, как удобно здесь визуализация происходит. В отличие, например, от того же Ableton, где непонятно, что у тебя в лупе крутится. Здесь все, ну, примерно, хотя бы я представляю, что здесь у меня какой-то беточек, а здесь у меня два аккорда. Что еще можно делать с этими бубликами-дорожками? Если вот так вверх махнуть по бублику, то открывается его меню. Громкость, я уже показывал в предыдущей демке, там и баланс, левое, правое ухо. Но интересен такой момент. Это длина. Написано unset, то есть не установлено. Длина будет устанавливаться автодетекшеном или когда я успею нажать. Но также можно и вручную поставить, типа, там, одна четверть или один такт, или 32 такта, или 4 такта. Вот это интересно. Смотрите, я вот первый бублик не буду трогать, пусть будет unset. Добавлю еще один и установлю 4 такта. Ну, квадрат, 4 аккорда. И сюда я записываю бит. Такой. Отлично. А здесь 4 такта он запишет и сам отсечет, когда надо, относительно длины первого лупа. Раз, два, три. Никуда не нажимая, ничего не делая. Красота. А можем пойти дальше и добавить еще бублик, где один такт. Раз, два, три, четыре. Красота. Вообще супер. Читаю в ваших глазах вопрос. Макс, раз такая умная эта программа, может, она вообще тогда, ну, и сама начнет записывать второй вот этот бублик с аккорды, подождет один такт и начнет записывать. Можно так сделать? Можно. Поехали. Видели, да? Вы оценили вообще красоту игры? Автоматически такт проходит, и она начинает записывать второй бублик. Ничего не надо касаться. Я вот только первый записал. И... Ну и так далее. Это сейчас в формате именно джема. То есть я не знаю, какой темп я захочу записать в первый бублик. Я могу же и быстро записать. И все равно, и все равно вот аккорды запишутся относительно вот этого быстрого темпа. Но если такая ситуация, и мне уже известен темп, в котором я хочу джемить, например, такой пум-пум-пум-пум, вот он его определил, ну, 102 пусть будет. Я могу включить метроном, звук метроном, возможно, вам не слышно будет, только в наушнике во мне идет. Но будет видно. Вот есть еще такая кнопочка, когда он откликивает и еще моргает. И тогда я могу заранее установить, например, один такт, чтобы у меня один такт записывал первый бублик. Тогда все остальное будет происходить автоматически. Мне надо только запустить проект и сказать, что вот записывай-ка в первый. Сам включается. Кривовато, но тем не менее. Более того, я могу запрограммировать лупер так, что когда я все записал, метроном бы сам выключался. Не надо было даже заходить сюда. Он просто сам выключался бы. А если я все стер, он бы сам включался обратно. Короче, запрограммировать можно здесь как вам удобно. И это, конечно, далеко не все. Как можно программировать лупер, какую логику работы ему задавать. Это небольшая часть, но, по-моему, уже круто. А еще, представляете, здесь есть встроенный микшер. Ну, допустим, вот я накрутил шесть лупов. Послушаем. В первых трех что-то там наковырял. А вот здесь у меня три перкуссия. И я хочу одновременно всю эту перкуссию, например, вздвинуть в левое ухо, в правое. Или потише сделать, или погромче. Мне придется открывать параметры каждого этого бублика. Вместо этого я открываю микшер. И вот, пожалуйста, мой один канал. Мой второй канал, это я подключил микрофон и гитару через USB интерфейс. Мы сейчас скоро не будем говорить уже о интерфейсах, которые можно подключать сюда. Так вот, мои входные каналы. И вот желтый канал и оранжевый канал. И мастер-шина, которую можно... Понимаете, да? Соответственно, я беру, например, перкуссию оранжевая. В одно ухо бац! В другое ухо бац! Потише. Погромче. Легко. А если я нажму вот здесь вот, effects, то это у меня плагины. Представляете? Как в обычном рипере, кубейсе, лоджике, где вы там записываете музыку, если записываете на компьютере. Плагины. Встроенные, кстати, плагины. Ну, этот набор, мне кажется, все, что нужно для удачного дня у акустического гитариста. Эквалайзер, компрессор, лимитер и у нас есть рейвер. Еще можно пользоваться посылами. Если вы знаете, что это, то я надеюсь, что вы пребываете в шоке. Если нет, то я в курсе об этом рассказываю. Посылами очень удобно пользоваться, в том числе для рейвера. Вот, например, видите, канал у меня микрофона. Нет ничего, я добавил... Вау! Ау! Понимаете, да? И точно так же с бубликами. Вот у меня желтые бублики, это я как там, что-то наиграл, а оранжевые перкуссии. Соответственно, я могу наложить только на желтые, чтобы у меня отправлялось это все в какое-то пространство. А оранжевые нет. Или все отправлялось. И зацените, как круто останавливается луп. Вот этот хвост, он летит. То есть он не сжимает пространство до тишины, а... Особенно это актуально для тех, кто железными луперами пользовался. И чтобы там сделать такой хвост, нужно, получается, две педали ревера или как-то там... Ну, короче, это исхитряться надо. Тут же это просто супер. Я покажу, о чем я говорю. Вот у меня, когда ревер в моих... Под ногами, вот сейчас он включен. Не в лупере, а вот под ногами у меня. То получается вот такая тема. Я записываю луп. И когда я его выключаю, пространство схлопывается. Просто в одну точку. Просто в одну точку. А если я здесь включаю еще, добавлю хвостик ревера, то послушайте, это сейчас будет естественно. Ну, вот это логично, что выключилось. Красота. Мне кажется, это и есть тренинг музыкальных технологий, когда еще есть небольшой хвост ревера после остановки лупера. И так как здесь можно сторонние плагины добавлять, то очень прикольных эффектов можно добиваться. То есть я могу записать луп, включить его через этот плагин. И пока я кручу ручками, я этот звук сразу же записываю в другой луп. Если это делать в мире железа, это целая головная боль. Тут же все вот так вот на кончиков пальцев, как говорится. Ну, вот что у меня получилось. Субтитры сделал DimaTorzok Сразу скажу, что весь-весь функционал этой программы богатейший нам в этом ролике не объять. Поэтому перейдем от внутренних крутилок к внешним крутилкам, подключашкам. Как, собственно, завести гитару-то, звук гитары сюда. Расскажу сейчас про самые вообще минималистичные варианты и про самые такие уже серьезные, сценическо-профессиональные. Но перед этим скажу, что да, функционал большой. Крутилок внутри, рычажков, короче, настроек вообще максимальное количество. Поэтому, чтобы во всем этом не ковыряться, не ковыряться в мануале, я для вас сделал курс. Называется «Быстрый старт в лупе про для гитаристов». Два часа идет курс, берете его, берете лупе про и все, и кайфуете. Ничего не надо, ничего, короче, не надо больше. Получаете удовольствие от музицирования. При этом подходит как для новичков, если у вас просто, например, айфон в кармане а-ля айпад. Взяли и погнали. Если хотите просто попробовать мир луперов для себя, но не хотите заморачиваться там с железными педалями, с блоками питания. Взяли и погнали. Да, минимальный такой сетап, какое оборудование нужно иметь, я сейчас расскажу. Ну и в целом вот на странице курса будет. Ну и для профессионалов-то тоже подходит. Основы одни и те же, то есть вот фундаментальное понимание, как работает эта программа, одинаковые для всех. И вы просто это потом берете и применяете на свой сетап, на свой репертуар. Пожалуйста. Первый набор, о котором я расскажу, самый минималистичный, но при этом самый достаточный. На данный момент Lupi Pro работает на айфонах, на айпедах, на iPod Touch, если у кого-то такое есть. И, собственно, встроенного микрофона более чем достаточно, мне кажется, прекрасного качества. Единственное, что нужно подключить еще наушники, чтобы вот этого не было. Ну и плюс, чтобы лупы сами в себя не записывались. Владельцам более старых яблочных девайсов повезло очень побольше, потому что у вас уже есть разъем для наушников, миниджек. Вы втыкаете их, вот как, например, у меня на моем айпеде я втыкаюсь и все. И могу часами залипать. Встроенный микрофон абсолютно вывозит. Но и при этом у меня лайтнинг есть. Я могу на зарядку тут же поставить и вообще не знать меры в кручении этих бубликов. А вот на айфоне у меня из разъемов только лайтнинг. Соответственно, мне нужен переходник. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Такой момент. Если вы подключаете не простые наушники, а гарнитуру, ну пусть даже комплектную, то у вас с внутреннего микрофона переключится звук на гарнитурный микрофон. И тогда это не очень удобно. Да, и звук, мне кажется, похуже. Ну, если два наушника, то придется как-то вот так вот делать, да. Ну, или можно удобно его расположить, да, логично, перед гитарой. Ну, тогда у вас будет один наушник. Так надо избежать лишних движений. Ну, мне кажется, все-таки более логично им пользоваться встроенным микрофоном и обычными наушниками. Потому что вот положили телефон на стол, все удобно нажимать, и микрофон сразу направлен на гитару. По сути, это все, что вам нужно для того, чтобы дома с акустической гитарой позалипать с лупером. Вообще, микрофон, ну, кстати, да, возможно, еще мой курс по лупи про нужен, да, ссылка в описании. Микрофон вывозит. Касания бесшумные, то есть это все не летит в микрофон, никуда не кликает. Возможно, вообще, видели, сколько дорожек, можно сколько хотите вообще. Логику настроить, как угодно. Встроенный реверочек приятный, накинули. Все, джимуем. Можно, кстати, записать сразу свой джем, есть встроенный инструмент для этого, скинуть куда угодно. А можно, если чувствуете хитовость в вашем джеме, скинуть это подорожечно в какой-нибудь Reaper, Cubase и так далее, чтобы продолжить работу там. Ну, я про варианты экспорта еще расскажу. Мне кажется, это вообще круто. Ну, максимум, вот, переходничок купить, если у вас более нового поколения ваш девайс. Но на лупе про, поэтому можем получить более профессиональные решения по звуку здесь. Почти что любое аудио-устройство, которое имеет USB, можно подключить в iPhone, либо iPad. Ну, короче, в ваш яблочный девайс. USB-микрофон я не проверял, но предположу, что скорее да, чем нет. Zoom диктофоны проверено. Да. Аудиокарта обычная. Сейчас, например, звук через нее идет. Да, можно подключить. Гитарный процессор тоже можно подключить. Сейчас про каждый пункт отдельно поговорим. Единственное, что это называется класс комплиант. То есть надо смотреть, чтобы вот этот параметр поддерживался вашим устройством. Так как у вас в iPhone, либо iPad разъем Lightning, вам нужен переходник с обычного USB, называется USB-A, на, собственно, Lightning. Я рекомендую сразу брать и оригинальный, пусть даже с Avito, бэушный, например, как я сделал, но оригинальный. Меньше хлопот будет, поверьте мне. Если вы планируете залипать серьезно, долго, то рекомендую сразу брать не просто, где один разъем USB, но где еще есть дополнительный разъем для зарядки одновременной вашего устройства, чтобы вы могли и музицировать, и заряжать его одновременно. Ну а если вы из высших слоев общества и в вашем iPad USB-C разъем, а не Lightning, или, может быть, вы смотрите нас из светлого будущего, где во всех iPhone'ах тоже уже сделали USB-C, то достаточно просто переходника, соответственно, на USB-C. А лучше даже сразу хаб на USB-C, потому что вы тогда сможете подключить не только ваш аудиодевайс, но и сразу, например, какой-то, не знаю, MIDI-клавиатуру, например, или MIDI-контроллер. Ну, короче, несколько девайсов сразу. Обычная аудиокарта, классическое решение, возможно, что-то подобное прямо сейчас у вас на столе даже стоит, какая-нибудь красная Focusrite, либо Steinberg, у меня вот Zoom. В целом, все, что можно сюда подключить, можно завести в Loopy Pro, причем поканально. Например, конденсаторный микрофон, и будет такое естественное качество звука акустического. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Если у вас гитара с датчиком, соответственно, тоже можете подключить ее в аудиокарту и уже играть, например, на сцене. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Более того, я могу в первый вход, например, подключить микрофон для вокала, во второй вход подключить гитару через датчик, и на сцене записывать каждый этот сигнал в разные бублики. Вот в этом примере я сейчас в левый бублик, потому что он потом будет повторяться, а в правый бублик 4 такта аккордов, и это все одновременно, при этом сигналы будут изолированные, то есть бублики будут изолированные. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Смотрите, можно сделать погромче, например. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И добавить еще одну гитарку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И выходные сигналы тоже настраиваются, то есть можно отправить в наушники, например, основной звук плюс метроном, а в зал без метронома. Конечно, можно пойти дальше и подключать сюда аудиокарты с большим количеством и входов, и выходов. Например, есть такой артист WFX, и он раньше пользовался лупстейшнами от BOSS, но сейчас переключился на Loopy Pro и подключает сюда большую такую аудиокарту и качает залы уже с вот таким набором. Чуть не забыл сказать, что многие аудиокарты жрут слишком много электричества для того, чтобы просто так взять и от айфона, либо от айпада запитаться. Вот, например, мой Zoom нужно подключить еще блоком питания в розетку, чтобы он завелся и еще и питал конденсаторный микрофон на 48 вольт. Есть еще решение на батарейках. Вот, например, диктофон, здесь встроены пальчиковые батарейки просто, и все, его прекрасно работает. Или бывают USB-хабы, которые не просто USB принимают, но еще они втыкаются в розетку, и тогда они могут раздавать по этому же USB-проводу электричество. На это тоже стоит внимание обратить, когда подключаете аудиокарту к вашему яблочному девайсу. Есть у Zoom диктофоны серии H, H1, H2 и так далее. Вот у меня в руках H6, которым я очень давно пользуюсь. Он работает как USB-аудиоинтерфейс, соответственно, он прекрасно подключается к яблочному девайсу, хоть к айпаду, хоть к айфону. Выдает отличного качества звук, что H6, что H5. Я уверен, даже самый простой H1 тоже прекрасно справится, и, соответственно, можете записывать свои лупы в стереомикрофоны отличного качества. А при необходимости подключить еще что-нибудь сюда, как и в аудиокарту, например, датчики или какой-нибудь еще один микрофон. Ну, мне кажется, это отличный вариант. Для сцены я использую процессор гитарный от Line 6, HX-Stomp. Он работает как USB-аудиоинтерфейс. На самом деле сейчас большинство гитарных процессоров так умеют подключаться по USB. Поэтому можно просто взять USB-провод, воткнуть в процессор, другой конец в ваш яблочный девайс, тот же айфон, и кайфовать от полноценного крутого лупера. При этом звук будет, ну, ваш, собственно, сценический из гитарного процессора. Это очень удобно. К тому же записывая лупы, классно иметь на самом деле под руками вот такие разные звуковые текстуры. Записали один луп, вот такой звук, переключились, другой звук. И связка гитарный процессор плюс Lupi Pro. Ну, мне кажется, это прекрасно. У вас тут в Lupi Pro все удобненько, мы можем разные бублики накручивать. А под ногами ваши любимые пресеты, и получается очень даже разнообразно. А еще многие процессоры можно использовать не только как USB-аудиоинтерфейс по этому USB-проводу, но по этому USB-проводу можно, чтобы он передавал MIDI-сигнал. То есть использовать педали процессора для переключения чего-либо внутри Lupi Pro. Покажу, как это работает попозже, когда будем говорить, собственно, о MIDI-педалях. Давайте подытожим с USB-интерфейсами. Смотрите, я в предыдущем своем ролике рассказывал и сравнивал разные луп-педали, луп-станции. И забыл сказать про качество звука. Да, некоторые луп-педали портят звук, некоторые из них смешивают этот звук в кашу, когда у нас слишком много слоев получается. Некоторые из них имеют принудительный лимитер на выходе, который не везде настраивается. И хорошо, если вам нравится, как он работает, но если не нравится, то что делать? А для некоторых, кстати, артистов и музыкантов важно, чтобы было качество звука 30-го бита, не 24. Так вот, в лупе Pro нет всех этих минусов, потому что USB-интерфейс выбираете вы. Соответственно, вы выбираете, сколько вам нужно входов, сколько нужно выходов, и как они будут работать, куда какой сигнал впустить. Вы выбираете качество 32-бита, либо 24-бита. И, конечно, уж там накинуть на мастер-шину лимитер и настроить его, или компрессор, эквалайзер, или любой безумный эффект, который вы найдете в App Store, тоже не проблема. Я понимаю, что, возможно, вы давно общаетесь с луперами, и вам удобнее пользоваться именно педалью. Сюда можно подключить миди-педаль, и можно подключить какие-то пэды, крутилки, назначить все это. Я сейчас об этом расскажу. Возможно, вам необходимы именно физические кнопки, но у нас тачскрин. Программа позволяет на тачскрин вывести максимально гибкие параметры. Это же конструктор. Можно здесь не только добавлять и убирать именно вот эти бублики, дорожки, но и выводить разные регуляторы и разные кнопки. И на регуляторе можно назначать любые параметры. Например, на эквалайзере срез верхних частот, объем ревера или громкость метронома. А на кнопку можно назначать почти любое действие. От самых простых, типа стереть все записанное, или пока я держу на кнопку, желтые будут заглушены. До самых невероятных, типа я нажал, и вот этот бублик уйдет на 70% в правое ухо в течение трех секунд постепенно. Одновременно с этим этот бублик в левое ухо. Спустя так воспроизведение, они оба станут тише на 3 дБ. Ну то есть можно последовательность действий самые вообще невероятные придумывать. И это говорю про нажатие на кнопку, а ведь у нас тачскрин, поэтому мы можем не только нажимать, но и делать свайп вниз, влево, вправо, вверх, двойное нажатие делать, удерживать. На каждый этот жест мы можем назначать отдельное действие или последовательность действий. Ну то есть здесь ограничения только в вашей фантазии. Короче, тачскрина, даже айфона, не говоря про айпэд. Хватит, чтобы настроить, мне кажется, самые смелые сценарии использования лупера. Но возможно для сцены вам удобно пользоваться физическими кнопками, крутилками, педалями. И это тоже все возможно. Давайте поговорим про это. Внешние крутилки, кнопки, педали настраиваются как вашей душе угодно. Технически очень просто. Первый вариант это когда мы втыкаем в ваш яблочный девайс, точнее переходник, USB Hub. А в него уже и интерфейс, и миди контроллеры, хоть напольные, хоть настольные. Вот, например, у меня такой контроллер с авито, я думаю, за 2 или за 3 тысячи рублей я его покупал. Максимально простой. Но я его подключаю в Loopy Pro, и у меня уже бац, и такой настольный лупер получается. Как для битбоксеров или клавишников. Ну, вроде Boss RC505. Напольный контроллер у меня более солидный, металлический. 8 кнопок, но принцип тот же самый. Я эти кнопки могу так же как угодно настроить. Хоть каждую кнопку на отдельный бублик. 8 бубликов у меня будет. Хоть логику сделать как у Boss RC300, либо даже RC600. При этом можно назначать какие-то дополнительные действия на двойное нажатие на педаль или кнопку. Либо на долгое удержание педали или кнопки. Все это кастомизируется. Однако именно вот этот контроллер достаточно дорогой. Он, конечно, профессиональный, он подключается к чему хочешь. Но ребята из Morningstar, они его мне отправили бесплатно. За свои деньги бы я, ну, вряд ли бы это купил. Это действительно дорого. В этом и прелесть Loopy Pro. То, что вы можете подключать, как и хотите, миди-контроллеры. Неважно, сколько они стоят. И, кстати, для эксперимента я заказал очень недорогой миди-контроллер. Сейчас жду, когда он придет, чтобы проверить, как он работает. Отсчет будет в Telegram-канале. Ссылочка внизу. Подписывайтесь на Telegram-канал GoFingerStyle. Аудиокарта тоже может вместе со звуком передавать миди-сигнал. То есть вот здесь, может, вы замечали, на другой стороне есть миди-вход и выход. Вот так можно подключить еще девайс. Либо через гитарный процессор. Гитарный процессор тоже может передавать миди-сообщения. Либо сам работать, как миди-педаль. При этом у меня, смотрите, три педали. Я могу одну отдать для Loopy Pro, а две остальные использовать, чтобы контролировать, собственно, функции самого процессора. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Тут можно со мной поспорить, какие, блин, Loopy Pro и какие миди-контроллеры. Если, например, у компании Boss уже есть для нас решение и настольный лупер, и напольный лупер. Первое, возможно, Loopy Pro и контроллер. Это тупо дешевле будет. А второе, есть такое, что вы выбрали лупер. Либо пользуетесь этим, и вас что-то, вот какие-то нюансы не устраивают. Хотели бы поменять, либо добавить. У меня такое было с D2X4. Вот вроде все хорошо, но были нюансы, с которыми я не согласен. Например, там, не знаю, ход клавиш вам не нравится, как педаль. Сильно шумная для акустики, когда вы через микрофон играете. Либо хотели бы дополнительную какую-нибудь крутилку вывести, какую-нибудь функцию. Качество звука, да? 24 бита вас не устраивает, 32 хотите. Вот с Loopy Pro это все можно решить. То есть вы можете скопировать логику работы вашего любимого лупера и что-то в ней изменить. А возможно и усовершенствовать на ваш вкус и там качество звука, тем более. Я так много говорил про эти MIDI-контроллеры, но забыл сказать, что можно обойтись не то чтобы без них. Можно вообще не касаться даже экрана, когда вы играете с лупером. То есть заранее запрограммировать его, как он будет себя вести. Ну, например, вы точно знаете структуру вашей композиции или песни. Знаете, что вам нужно записать 4 такта. Сделать там один такт паузы, потом еще записать что-то. Вот эти все действия можно запрограммировать и он сам все это будет делать. Более того, раз работает с MIDI, он может переключать и, например, пресеты в вашем гитарном процессоре. Допустим, да? Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Это, конечно, не работает для формата джема, когда вы просто играете, просто ищите какие-то идеи в воздухе, удаляете, перезаписываете и так далее. Но это классно работает, когда у вас уже есть готовая структура и вместо того, чтобы танцевать по педалям, лупер сам все будет делать. Поведение лупера можно запрограммировать вот в таком режиме, но можно обойтись и без него. Я в курсе, кстати, рассказываю, как это сделать. Вот вы записали несколько бубликов, классно получается. Включаете, выключаете, играете сверху, что-то формируется, уже какая-то композиция. Круто! Как это все записать? Есть встроенный рекордер. И самое важное, этот рекордер можно записывать не только сумму всех звуков, но и отдельно сумму выходящих звуков, сумму входящих звуков. Отдельно каждый там цвет, типа оранжевые бублики в отдельный файл, там сиреневый в другой файл. Отдельно каждый вход, например, если вы записываете через аудиокарту, сигнал с микрофонного входа в отдельный файл будет записываться, ну без вообще бубликов, без всего. Во второй вход там в отдельный файл, потом посылы в отдельный файл. И потом, например, через тот же airdrop скидывать на компьютер или через вообще что угодно. Ну или если просто вы накрутили бубликов и вам нужно скинуть поддорожечно вот каждый бублик в отдельный файлик, то это тоже легко делается. Есть экспорт проекта каждой дорожки. А есть также экспорт проекта именно Lupe Pro на другой девайс, где есть Lupe Pro. Например, очень удобно с iPad на телефон или с телефона на iPad. Это делается моментально, сразу со всеми аудиофайлами. Особенно учитывая то, что вы покупаете приложение, но оно встает и на телефон, и на iPad. То есть вам не нужно доплачивать за версию там для iPad отдельно. Это абсолютно точно такое же приложение на iPad, как и на iPhone. Все пункты меню абсолютно такие же, просто масштаб экрана другой, а в целом все одинаково. Давайте подытожим. Какие плюсы у этого лупера? Мне кажется, важный момент то, что реально легко начать. Если вы никогда не пользовались луперами, это реально классный способ начать. Особенно если в кармане есть iPhone, либо iPad. Кстати, возможно, вы даже это видео смотрите из какого-то такого девайса. Скачали, все, у вас уже все есть. Микрофон есть, дорожек, сколько угодно. Добавляй встроенные плагины, реверы, компрессоры, пожалуйста. Но и при этом бесшумно, никаких педалей не надо, ничего не шумит. Автодетекшн сам обрезает нужные ритмические паттерны. Супер. При этом, если вы хотите большего, то есть и для сцены возможности. Подключайте любые контроллеры. Напольные, настольные, сколько там педалей надо. Как их хотите, так и настраивайте. То есть количество дорожек определяете вы. Качество звука, чтобы подключать, какой аудиоинтерфейс, на сколько входов, на сколько выходов, какого качества. Определяете вы, как взаимодействовать просто по экрану. Либо вообще заранее запрограммировать, чтобы он сам все переключал. Тоже определяете вы. Плагины дополнительные можно скачивать. Можно создавать свои шаблоны. Короче, я всячески рад, что появилось такое крутое приложение. И что я его нашел. На самом деле, у этого разработчика и до этого был проект, который называется LUPI HD. Но вот это, конечно, LUPI Pro, это просто новый шаг. Не могу нарадоваться. Надеюсь, вы тоже получите удовольствие, взаимодействуя с этой программой. Я не буду в этом ролике рассказывать про trial-версии, про ценовую политику, про промокоды. Потому что это все меняется. Смотрите лучше в описании, я там актуальную информацию буду оставлять. Ну и все, и мой курс тоже доступен по ссылке в описании или где-то здесь появится кнопка. Пишите свои комментарии, чем смогу-помогу. И залетайте еще ко мне в телеграм-канал. Спасибо, что досмотрели до этого момента. Если у вас получилось, просто супер. Поставьте лайк, как минимум себе. Но подписывайтесь на мой канал. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok